Шоу с толком на Радиус ФМ. Только интересные собеседники и актуальные темы. Дорогие слушатели, давайте вместе представим, что планируем сегодня вечером приятно провести время. Садимся на диван, берем снеки, включаем фильм. И что появляется у вас в этот момент в воображении или на экране? У меня лично бесконечный поток реклам онлайн-казино и букмекерских контор. Казалось бы, все такое красивое и красочное, но не все так просто в этой теме. Сегодня поговорим о такой болезни, как лудомания. Но прежде чем начать, дорогие слушатели, я предлагаю вам подписаться на группу программы Шоу с толком в соцсети ВКонтакте, оставлять комментарии под анонсом передач, а также заходить на YouTube канал Шоу с толком и высказываться там под видео на тему сегодняшней передачи. Ссылки ищите на сайте radiusfm.by Меня зовут Роман Савосик и сегодня в Шоу с толком поговорим о настоящей болезни нашего времени, лудомания. Почему люди начинают играть на ставках, что они при этом чувствуют и как можно избавиться от подобной зависимости? Поможешь нам разобраться в этой теме психолог Дмитрий Чернышевич. Дмитрий, здравствуйте. Да, здравствуйте. Спасибо, что пригласили меня. Спасибо, что пришли. Итак, у меня вот первый такой вопрос. Давайте в целом, чтобы слушатели понимали, почему стоит вам доверять и вашим словам. Расскажите в целом про свой опыт работы в сфере лечения людей с зависимостью и, в частности, людей с вот именно лудоманской зависимостью. Мы не можем конкретно говорить, кому мы можем доверять, кому нет, но я прекрасно понимаю, что я действительно специалист в этой области. И причем лудомания, на самом деле, вы верно подметили, это заболевание. Есть классификатор заболеваний, который называется, кстати, МКБ, в данном случае 11, и там в реестре лудомания, игромания стоит действительно как заболевание. Заболевание психического характера. Вот поэтому мы с полной уверенностью можем говорить, что да, действительно, это заболевание, и оно необходимо, чтобы было под присмотром специалиста. Да, специалист это может быть нарколог, психолог, психотерапевт. Главное, чтобы у человека была специализация, которая говорит о том, что да, действительно, он в этой области специалист. Нет, этой нозологией, лудоманией, я занимаюсь уже более пяти лет, да, на самом деле могу сказать, что, кстати, динамика, прирост вот подобных пациентов, она действительно... Положительная предположение. Да, я бы сказал, не положительная, положительная. Умножительная. Нет, печальная динамика, потому что, ну, на самом деле, все больше и больше пациентов приходит. Может быть, это даже и хорошо, потому как люди перестают находиться в тени и понимают прекрасно, и более того, мы говорим все чаще и чаще, что это заболевание, и люди без стеснения приходят и просят о помощи. Ну, то есть, можно, грубо говоря, сказать, что это становится нормой, то есть, вот, если у тебя такая болезнь, ты приходишь к врачу и не чувствуешь, что ты какой-то, не знаю, неправильный, что ли, у тебя какая-то странная болезнь. В целом, люди понимают, что да, они столкнулись с такой проблемой, но ее нужно решить. Я услышал выражение от вас сейчас такое странная болезнь. Ну, в плане... Болезни, собственно говоря, Романа, не бывают странными или не странными. Но непривычные, скорее так. Да, но, собственно говоря, на самом деле непривычно, потому как на, можно сказать, в нашем социуме лишь только недавно мы начали говорить о таком виде заболевания, как лудомания. И, на самом-то деле, люди, которые приходят за помощью, это не говорит о том, что это те люди, которые сейчас вот начнут выздоравливать. Я бы даже сказал, что сейчас народ так подкрадывается тихонечко. Знаете, как кот, когда охотится, да, потихонечку подкрадывается к мышке. То же самое и здесь. Многие люди, которые страдают вот этой нозологией, они подкрадываются к психотерапевту, к психологу, ну, к специалисту и интересуются, а что можно сделать. Но, знаете, хуже всего, что чаще народ не хочет отказываться полностью от ставок, от игры, а научиться. Научиться, потому что говорят, ну, это единственное, что мне сейчас помогает, уйти в какой-то свой мир. Я его называю лизорный мир. Вот, где человек отрывается просто от реальности, ну, и проводит какое-то свое время именно в этой игре. И уже, на самом деле-то и не важно, там у него как-то на одноруком бандите, да, банан, банан и вишня, или три банана, ну, то есть выигрыш. Или три вишни уже. Да, или три вишни. Это уже, по сути дела, не важно, потому что больной, ладно, не буду говорить больной, не очень людям это приятно. На самом деле, человек, у которого имеет место быть лудомания, он даже не обращает внимания на то, что он, по сути-то, дело, даже если и выигрывает, деньги, как правило, не выводит оттуда. Если выигрыш и был, а если даже и выводит, то в течение часа-двух они обратно возвращаются в игру. Возвращаются в игру, без сомнения. Хорошо, давайте тогда в целом для понимания всех наших слушателей разберем, что, в принципе, такое лудомания. Мы условно резюмировали то, что это можно называть болезнью, но как она протекает, если это болезнь? У нее же должны быть какие-то симптомы, либо же какие-то лекарства, то есть что это из себя представляет? Скажу изначально, что лекарств, ну, каких-то медикаментозных для того, чтобы лечить это заболевание, их нет. Но наряду с этим параллельно протекают некие невротические состояния у людей, такие, к примеру, как бессонница, болезнь сердца, страдает сердечно-сосудистая система, страдает зрение. И вот эту нозологию уже, конечно же, важно лечить медикаментозно. А сказать о том, что человек страдает, к примеру, этим видом заболевания, лудомании, и у него нет параллельно каких-то других заболеваний, такого быть не может. Может, просто человек не видит у себя этого. Но однозначно многие говорят, либо это бессонница, либо болит сердце, либо давление артериальное, либо многие другие вещи. Кстати, очень интересно, но многие люди описывают, что и псориаз начинает, вы знаете, подскакивать на кожу. Но мы не будем говорить, что это напрямую зависит, конечно, от лудомании, но симптоматика есть такая. Это мы говорим про физиологию, а сейчас поговорим про психологические какие-то аспекты. Самый первый спутник у любого зависимого человека, в данном случае игроман, лудоман, это многоступенчатая извращенная ложь. Человек обманывает, он даже сам не понимает, как он обманывает, что он делает. Ему все равно, что говорить, а главное – обмануть. И вот многие люди говорят о том, что они не замечают, как просто врут. У них уже модель поведения такая, что надо обмануть человека. То есть в целом это может быть даже бесцельно. Бесцельно просто обмануть. То есть тебя там кто-то спрашивает, ну, мама условно, ты ел сегодня, ты говоришь, да? Да, понимаете, вчера вот буквально на приеме мужчина был и говорил о том, что, вы знаете, я обратил внимание за собой, ну, он уже достаточно длительное время, около полугода в ремиссии, так назовем, да, воздержания отставок. И он говорит, что я не могу понять, что такое происходит со мной, мне ничего не хочется делать. И если мне задают какие-то вопросы, мне проще человеку обмануть, человеку обмануть, лишь бы больше с этими вопросами ко мне не приставало. Вы понимаете, да, что это есть симптоматика срыва. Вот, человек уходит от социума. Так вот, если мы говорим про психологические аспекты, то человек уходит в затворничество. Он одинок, его очень трудно разговорить, с ним невозможно поговорить о каких-то, ну, интересных вещах, да. Все темы, которые будут его сводить к собеседованию с другим человеком, это лишь только на какой платформе играл, на кого поставил, сколько поднял, дал автомат, не дал автомат. Вот те автоматы сегодня не давали, к вечеру должен дать. Понимаете, да, вот, то есть все разговоры сводятся именно к этому. А компульсивные какие-то мысли у человека происходят. Он не думает о том, как себя можно обеспечить, я не знаю, первым необходимым. Даже, скажем, едой. Человеку проще всего деньги потратить. А где найти еду, мы разберемся. Так вот, еще один аспект. Человек теряет не только сон, но и теряет еще и аппетит. Просто перестает кушать. Он не замечает просто, как время идет, да, как в том анекдоте, что-то я не могу понять. То светло, то темно, то светло, то темно в глазах становится. А это лишь только потому, что, собственно говоря, несколько дней мы проводим уже за каким-то своим виджетом, гаджетом, да, если это, скажем, онлайн казино какое-то. Более того, я бы даже сказал, что многие люди, родственники говорят о том, что невозможно сейчас общаться со своим близким. Он стал какой-то раздражительный, озлобленный, агрессивный, депрессивный. Может плакать сначала ни с того ни с сего. И понимаете, какая-то происходит амбивалентность. Человек может на самом деле ни с того ни с сего заплакать. Вот просто на рваном месте, да. И тут же, так же резко может начать смеяться. Ну, похоже что-то на некий такой, знаете, маниакально-депрессивный психоз, где человек не понимает для себя, где его норма, собственно говоря. Вот. И родственники всегда замечают, конечно же, это еще один из симптомов, у человека никогда нет денег. Попроси отдолжить. Вот родственники говорят, мы его уже специально просим. Отдолжи. Не отдалживай, денег нет, денег нет. И отдалживает лишь только он. И близкое окружение на самом деле замечает, что что-то не то происходит, потому что сам человек, который играет, игрок, скажем, да, он будет отдалживать неограниченное количество раз. Ну, есть какой-то стоп-момента. Стоп-момента нет вообще. Вот сколько людей он знает у сталька, он и будет отдалживать. Дошло даже до, знаете, до абсурда однажды. Лет это было 5, наверное, назад ко мне в терапию пришла девочка, молоденькая, лет 22, наверное, 23 года. И в один прекрасный момент она мне пишет в чате. Не могли бы вы мне отдалжить денег? Никто не отдалживает. Ну, понимаете, да? То есть это про то, что... Она пришла с проблемой того, что она играет на деньги. Да, она пришла с проблемой, но она границы не видит. Она у меня уже пыталась отдалжить денег. Понимаете? Ну, лишь бы только вот сделать свою ставку. Опять же-таки ставку делают люди не потому, что хотят выиграть, а просто необходимо уже погрузиться в этот свой иллюзорный мир, в этот кокон. Что ж, хорошо, друзья, я напоминаю, что на студии психолог Дмитрий Чернышевич. Запись этой программы будет доступна для просмотра и прослушивания на нашем сайте radiusfm.by. А чтобы первым узнавать, кто еще придет к нам в эфир и задать интересующие вопросы гостям шоу с толком, подписывайтесь на группу проектов в социальной сети ВКонтакте. А пока предлагаю сделать небольшой перерыв. Продолжим всего через пару минут. Ты слушаешь шоу с толком на Radius FM. Только интересные собеседники и актуальные темы. В студии Radius FM Роман Савосик, и мы продолжаем обсуждать лудоманию. Дмитрий, расскажите вообще, почему люди начинают играть в азартные игры? Азартные игры — это лишь только одна из форм зависимости, которых есть несколько. Мы знаем формы зависимости, такие как алкоголизм, наркомания, вот в данном случае игромания, шопоголизм, трудоголизм, профессиональный спорт. Я бы даже сказал, это тоже форма зависимости. Кстати, из числа бывших спортсменов, и не только бывших, а и действующих тоже спортсменов, очень много людей, которые вовлечены в ставки, игры. Знаете, я сказал бы даже, что форма зависимости гораздо больше, чем мы думаем. Но не будем отступать от темы нашего обсуждения, об этом могли бы, конечно, поговорить. Но, собственно говоря, почему человек играет? Зависимость, она формируется несколькими этапами. Один из этапов — это социальное окружение. Если все предпосылки уже есть для того, чтобы личность была сформирована как зависимая, а зависимая личность, она формируется от того, что в пубертатном периоде, или даже, может, еще раньше, ну, то есть в подростковый период, ребенок зависел от мнения своих родителей. То есть, понимаете, да, семья была такая эмоционально-репрессивная, где воля и мнение ребенка подавлялись родителями. Часто родители говорят такую фразу «я отец, я батьку, я знаю, ты что, батьку пытаешься учить? Мы жизнь прожили, знаем больше». Что происходит? Человеку, то есть ребенку в данном случае, да, или юноше, девушке, им не дают права выбора. И они становятся зависимыми от чужого мнения, вот в данном случае от родительского мнения. И вот уже с этой моделью поведения, что надо всегда кого-то слушаться, это такие послушные рабы, идут уже во взрелую жизнь. Как правило, вряд ли из них будет какой-то такой человек, который будет, знаете, что-то открывать в жизни интересное, смело идти вперед, людей за собой вести. Скорее всего, это будет именно ведомый человек. И вот здесь как раз-таки дальше мы говорим о социальном окружении. И если в социальном окружении сосед, друзья какие-то, ну, пускай не друзья, а во дворе есть какие-то там юноши, девушки, которые употребляют алкоголь, он будет употреблять алкоголь. Если в поле его зрения попадают люди, которые употребляют наркотики, он будет наркоманом. Если в поле его окружения люди, которые делают ставки, то есть показывают ему, как это, что это, что здесь можно подняться, да, такой сленг лудоманский, можно подняться, сделать деньги. А человек зависит от своих родителей, к примеру, да, или, может, уже не зависит, но он уже зависим от чужого мнения. И он понимает, что это здорово, потому что ему это показали. Ему показали, как это работает, и можно на этом заработать. И почему и нет? Сейчас я хозяин своей жизни, и я сам буду управлять своей жизнью, я сам буду зарабатывать. И вот здесь как раз-таки человек начинает попадать в эту ловушку. То есть если мы говорим, как формируется. Формируется, коротко говоря, в результате того, что в поле его развития есть люди, или были люди, которые тоже самое страдали этой мазоногией. А может ли быть такое, что условно от нехватки финансов, плохого финансового положения человек просто понимает, ну, а вдруг здесь повезет, на этой почве начинает играть, и потом просто зацикливается, и все больше и больше этим занимается? Роман, и это может быть, конечно же. Но это не аксиома того, что лудомания формируется ввиду безденежья некого. Мы знаем очень много перспективных, богатых людей, которые, да, тоже, ну, я не буду говорить страдают, но вовлечены в это. Поэтому, ну, трудно говорить от того, что денег нет, человек идет делать ставки. Знаете, я бы сказал даже более того. Хуже, когда, впервые сталкиваясь с игрой, со ставкой, человек выигрывает. И выигрывает, ну, скажем, такую ощутимую для себя сумму. Вот это хуже всего. Потому как он понимает, да, играть можно, и выигрывать можно, да? Играй и выигрывай. Не будут же писать там, и играй, и проигрывай, да? А вот многие люди, я помню по себе, в юношеском возрасте автоматы только пошли, и мне было интересно, что это такое. Не выиграл ни первый раз, ни как играл, ни второй, ни три. Я не стал этим человеком, потому что я понимал, что смысла-то нет. Но трудно сказать, если бы я Куш тогда выиграл. Может быть, я тоже попал бы в это рабство. То есть, грубо говоря, формируется это лишь только тем, что человек на самом деле, не то, что он беден или богат, а просто ему надо уйти из этой реальности. Вот эта реальность для него слишком суровая, слишком она злая. И человек пытается уйти в какой-то такой мир, где ему привычно, где ему хорошо. Никто не обижает. И вот в данном случае он может уйти, богатый он, либо бедный, вот именно туда, в лудоманию. Потому что там образован некий кокон, который его защищает. Но, опять же таки, иллюзорно защищает. Не в буквальном смысле. Давайте тогда попробуем разобраться, как уже люди уходят от этого. И какие в целом существуют методики, как можно лечиться от лудоманской зависимости. И как в этом плане может, в принципе, помочь специалист. Для того, чтобы человеку предоставить какую-то помощь, важно, чтобы он на самом деле пришел. Поэтому, в первую очередь, я хотел бы, наверное, обратиться сейчас к родственникам. В первую очередь, конечно, играют родные, близкие, которые окружают вот этого человека. Что здесь важно понимать? Не нужно преследовать этого человека, не нужно докучать как-то, не нужно кричать, ругаться с ним. Совсем не нужно. Не нужно платить по его счетам, не нужно платить по его кредитам. Вот это хуже всего. И, знаете, приходят, когда родственники на приемы говорят, ну, я уже сделал или сделала все, чтобы он не играл, не делал ставки, а он все равно играет. Я говорю, ну, потому он и играет, что вы сделали все для того, чтобы он играл. Вот вы сами, условно говоря, не нарколог, не психотерапевт, не психолог. И тогда что вы можете сделать? Кроме как обратиться к специалисту, вы ничего не можете сделать на самом деле. Согласитесь, молоко должен возить молоковоз. Хлеб, хлебовоз и так дальше. В данном случае я, когда родители не понимают, к примеру, это или жены, мужья, что необходимо все-таки к специалисту, я им говорю, согласны ли вы с тем, что лудомания – это заболевание. Да, говорят, согласны. Тогда вот представьте, да, что у человека, к примеру, аппендицит. Это же болезнь? Да, болезнь. Положите ли вы его на стол, возьмете кухонный нож, будете ли вы его резать. Нет, вы что, мы же его зарежем. Ну да, вот здесь вот вы боитесь его разрезать. А в данном случае делаете все для того, чтобы усугубить ваши отношения, чтобы он перестал вам доверять. Поэтому лучше всего абстрагироваться от своих каких-то мнимых рассуждений, что мы можем ему помочь. Помочь можно только приведя к специалисту или дать номер телефона специалиста. Первый момент. Второй момент. Пришел сам человек. Самое главное в данном случае – это расположить нашего пациента к себе. А я говорю своим коллегам, но не я придумал это, я от своего учителя это слышал. Своего пациента нужно любить. Если я не люблю своего пациента, либо переводи его к другому специалисту, ну, либо просто скажи, но не могу. Потому что можно просто испортить все. Он пришел к специалисту, а здесь мы начинаем его подсаживать на чувство вины, стыда, подумай, как-то. Вот это хуже всего. Когда мы начинаем винить своего пациента, его нужно любить. То есть расположить к себе. Это заболевание. И как только мы его расположили к себе, дальше можно уже формировать мотивацию. Помните, да, некоторое время назад я сказал о том, что приходят люди, но это не знают, что они приходят лечиться, а подкрадываются. Как будто бы вот надо посмотреть, что же мне этот психолог может дать. А психолог тебе давать-то ничего не будет. Психолог лишь только вместе с тобой. Он как фонариком будет в темной комнате подсвечивать тебе. А путь проделывать-то ты будешь сам. Это я уже так метафорично говорю. Поэтому в данном случае это мотивация. Огромный момент. Дальше с психологом он хочет-работает, хочет-не работает. У нас есть большое количество реабилитационных программ, где человек помещается амбулаторно минимум на месяц. И, собственно говоря, там работает армия психологов с ним. Но некоторые говорят, я не готов уйти с работы, с социума на месяц или на два, чтобы лечиться. Ну, тогда продолжать работу с психологом. Это тоже важно. Дальше следующий момент. Мы слышали о том, что есть такие группы, анонимные алкоголики, анонимные наркоманы. Так вот, есть сообщество, содружество такое, анонимные игроки. И в Минске, слава богу, в Минске есть такое сообщество, есть такая группа. В интернет-ресурсе элементарно. И вот сейчас к родственникам обращаюсь и к самим людям, которые делают ставки. Услышьте, в Минске есть эта группа, ребята. И можно в интернет-ресурсе посмотреть. Это совершенно бесплатная группа, не коммерческая. Там работают люди по специальной программе «12 шагов». Помощь оказывается как равного равному. Причем это тоже, кстати, очень важная помощь. Потому что никто друг другу так не может помочь, как равный равным. И кто может понять меня, если у меня есть, к примеру, какое-то заболевание? Такой же человек меня может понять, у которого тоже есть подобная болезнь. Поэтому, если уж говорить, где можно получить помощь, в первую очередь, я уже проговорил про родителей, да, не нужно винить, подсаживать на чувство вины. Потому что, когда мы подсаживаем на чувство вины человека, что он делает? Он от нас убегает, да, потому что невыносимо испытывает это чувство. Совершенно верно. И убегает в свой иллюзурный мир. Второй момент. Психолог, психотерапевт, психиатр. Неважно. Главное, чтобы у человека была специализация работы именно с игроманами. Следующий момент – это реабилитационная программа, как я уже говорил. Ну, и группы самопомощи и анонимные игроки. Причем, ничто не мешает все это осуществлять единовременно. Угу. Что ж, друзья, хорошо. Я напоминаю, что на студии был психолог Дмитрий Чернышевич. Спасибо, Дмитрий, что помогли вы нам разобраться в этой теме. И уверен, что наш эфир был вполне полезен многим слушателям. Помните, что азартные игры – это лишь способ развлечься, а не средство заработка. Запись этой программы будет доступна для просмотра и прослушивания на нашем сайте radiusfm.by. Чтобы первым узнавать о том, кто еще придет к нам в эфир, предложить свою тему, задать вопросы нашим гостям и обсудить все услышанное, подписываясь на группу проекта «Шоу с толком» в социальной сети ВКонтакте. Меня зовут Роман Савосик. Хорошего дня. Шоу с толком на «Радиус ФМ». Только интересные собеседники и актуальные темы. Пропустил в эфире? Слушай в подкастах на сайте radiusfm.by.